Пришло время для круглого стола на тему психотерапия как эволюционная практика. Каждый выступающий, каждый докладчик будет говорить где-то 5-7 минут для того, чтобы начать и предоставить вам какую-то информацию, а затем мы начнем диалог со всеми вами. И, конечно, когда мы говорим о психотерапии, мы подразумеваем трансперсональную психотерапию, так как все из вас были здесь утром, и под часть моего доклада была о том, что нам всем необходимо совершать некоторую внутреннюю работу для того, чтобы быть осознанными людьми, для того, чтобы лучше понимать, кем же мы являемся. и большая разница, которую я замечаю между нетрансперсональной психотерапией и трансперсональной, заключается в том, как раз в понимании этого запредельного. И в том, что одна терапия направлена на исцеление эго и улучшение функционирования эго, в то время как другая. Но здесь нам нужно задаться вопросом, эго говорит ли нам о том, кем мы действительно являемся? И ответ, конечно же, нет. Десять лет назад я написала книгу, которая называется «Исцеление эго и раскрытие существования». Она была о трансперсональной психотерапии. На мой взгляд, сегодня мы, сегодня в связи с теми вызовами, с которыми мы сталкиваемся в современном мире, нам действительно необходимо сфокусироваться на том, кем мы являемся, по сути, не на наше эго, а на то, кем мы являемся, на соединение с духовным и божественным измерением. Трансперсональная психотерапия позволяет открыться этому путешествию, направленному к нашей душе, к сущности, самой сути той природы, которой мы являемся. И первой выступающей будет Ирина, и она расскажет вам название своей презентации. Спасибо, Бернадет. Спасибо, Владимир. Спасибо всем присутствующим. Я очень рада быть здесь. Я хочу говорить о том, что мне действительно интересно представлять о своей долгой работе. Я решила сфокусироваться на своей основной специализации. Много лет я работаю клиницистом, занимаясь травматерапией. И вот я расскажу о том, что связано с нашей темой «Психотерапия как эволюционная практика». За 20-ти лет клинической работы у меня были особенные опыты. Я училась в Университете Эдинбурга. И большое внимание в своей работе я уделяла индивидуальным клиентам. И мы работали с травматическими расстройствами, и посттравматическими расстройствами. И на протяжении многих лет, вот в 90-х уже, постепенно мы начали заниматься новыми проектами. Мы проводили исследования, начали работать с телом и творческим самовыражением. в 90-х. Я, по крайней мере, сейчас говорю о Западе, Европа. Очень популярной стала телесная психотерапия, и телесные измерения начали включать в практику. И, конечно, это позволило нам лучше и яснее понимать терапевтический процесс. И это получило большое признание среди специалистов, работающих в травматерапии. И сейчас я скажу, что вот в 2000-х годах или даже позднее много исследований было посвящено трансгенерационной травме. И такие исследования позволили показать, что влияние трансгенерационной травмы может касаться самых разных сфер жизни и на генетическом уровне было доказано, что травма влияет на ДНК и передается последующим поколениям. В 2005 году мы занимались подобной работой, и мы поняли, что нам нужно включать более широкую картину и нужно обращать внимание на трансгенерационную травму, говорить о наших предках. Конечно, мы работаем с прошлым, настоящим и будущим, с тремя этими временами. И шаманские практики также помогают нам при работе с травмой и работе с этими тремя временами. они позволяют нам становиться сильнее. Также у меня был личный опыт подобного исцеления, подобной работы с трансгенерационной травмой. И новые исследования сейчас происходят, мы можем говорить о преднатальной психологии, и мы можем говорить о том влиянии, которое оказывается на младенца во время беременности, в матке, в утробе. Но, что я хочу сегодня подчеркнуть в своей речи, так это то, чего до сих пор не хватает. И что я замечала на протяжении всех этих долгих лет своей практики в работе с клиентом или с целой семьей, и работая таким образом с клиентом и семьей, не включая экологическое измерение, имеют свои последствия. И я хочу сегодня сказать, что нам необходимо смотреть более широко на то, что мы делаем, и пытаться восстановить некоторые связи, пытаться почувствовать себя, найти свое место в мире и почувствовать эту связь с природой. И этот разрыв, который современное общество переживает с природой, мы сегодня можем называть культурной травмой. Я бы сказала, что сегодня до сих пор, по крайней мере, на Западе, мы находимся как раз под воздействием этой травмы, потому что мы уже в курсе того, что происходит с природой, с разрушением природных пространств, и тем не менее находимся в какой-то диссоциации с нашим экологическим ям. Мы находимся в диссоциации от нашего внутреннего сакрального пространства. Я говорю об этой оторванности от природы. И на выставке, на одной из выставок я представляла свои работы, одна из которых называется О, теперь я вижу, что вы не перемещали слайд, вы не могли бы еще вперед прокрутить? Еще дальше? Дальше? Вот. На выставке. О, вы не видели этого. Здесь мы говорим о диссоциации с природой. Это выставка за кодированной природой. Это инсталляция, которая стала некой визуальной стимуляцией. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один. И так как Юнг говорил, что мы потеряли связь с нашими инстинктами, потеряли связь с истинной сутью человечества. инстинктивным знаниям. И так, когда мы обращаемся к этим инстинктивным знаниям, мы имеем в виду, что мы хотим восстановить с ними связь. Следующий слайд, пожалуйста. Еще один. И уже в 1920-х годах он чувствовал этот разрыв, который возникает с природой и говорил о живом духе, который присутствует в природе. Это известный шаман. он обучает нас восстанавливать гармонию в наших жизнях, встречаться с холодом в наших сердцах. И только это позволит нам выжить. Нам необходимо балансировать наш разум с нашей природой. Как это делать, я подробно расскажу в своем выступлении сегодня вечером на своем мастер-классе я буду как раз применять методы, о которых говорю. Я просто хочу упомянуть здесь один из способов, возможных способов восстановления подобных связей с природой. Один из способов соприкосновения с архаическим разумом. Здесь можно говорить о практиках сновидения, как ежедневных практиках, и которые приводят нас к гораздо большей открытости природе. Эта работа с сновидением и с новическими состояниями всегда была важна в разных культурах, на разных этапах развития. Например, мы можем вспомнить оракул в ритуальных церемониях также ритуальные церемонии аборигенов. И, конечно, существует большое количество подходов работы с сновидениями, с новическими состояниями. Можно просто засыпать ночью или находиться в измененных состояниях сознания, путешествовать, использовать шаманские путешествия, экстатические танцевания, танцы, использование различных веществ. Но также у подобной работы существует большое количество возможностей для применения в нашей повседневной жизни, потому что вся жизнь ждет вашего пробуждения. И сейчас вы можете пробудиться для того, чтобы прекратить это сновидение. Я была еще на одной выставке в Швейцарии. И это как раз одна из возможностей и попыток принести подобные идеи в какое-то публичное общественное пространство. Мы называем это живым искусством. Я хочу начать свое Продолжение следует... 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 healing practices and just good people who helped one another out being natural psychotherapists however the situation with global religions is such that they change at a much slower pace than our life and the society the 19th century gave birth to create the new social reality to huge urban centers today half of the planet lives in huge mega-poses and this is a game-changer for the situation we live in the society and our relations with other people is the root of all our issues we cannot isolate ourselves this is why we all need, we all absolutely need psychotherapy not to have a good life not to achieve success but also if we want to be good researchers good actors efficient spiritual practitioners we all need good quality psychotherapy and this is my main idea what I would like to say today it has been confirmed by my personal experience and by observing the situation thank you thank you so next is thank you so next is we're tied to psychological counseling australian and american astrophysicist said that evolution goes as follows the universe realizes itself through self-transcendence following the tradition neoplatonicism we call it eros and cosmos is filled with vital energy that makes the world go round and helps achieve self-transcendence help achieve coherence at the earliest stages and the transpersonal cycle therapy that was invented in europe by wilder and his colleagues considers a lot of stages of development the stage of maturity that is also called the psychology of the development of grown-ups like positive schools that emerged after Piaget so as we know the age of being mature starts as soon as we are 18 and then we continue developing as grown-ups so then this this branch of psychology studies the consciousness and alternate states of consciousness these are two independent but interconnected vectors of development and whenever we switch between them there could be addiction when we switch between the states of consciousness we can get addicted to this older state of consciousness and sometimes such states are useful for instance when we are treating neurosis when a person fails to complete a certain stage of development of relations with their parents or with their family another type of fixation is when people don't want to grow up there are a lot of schools spiritual schools communicative schools that neglect and reject the reality of interpersonal relations what we call ego soul spirit it is often caused by being allergic to actual real life experience and people start to reject their soul their personality eventually they end up with inability to process what's happening to them to mixing to a mixture between the spiritual for instance in the buddhist tradition they can be compassionate they can think themselves as compassionate and at the same time they completely neglect their personal development and interpersonal relations and this is why psychotherapy is important insofar as it helps heal the soul the spirit the personality whatever you call it there are a lot of terms but after all we all speak about the same things we all speak about our relations with the world and this healing of the soul when we work with various bifurcation points and return to the subject every time for instance here we are all giving our speeches and all of you process them in a certain way we could also some of the spectators who feel negative might project their feelings on us and see us as bad speakers the same happens in our lives and this is when we face certain problems and certain issues we need to see the eros that permeates everything all aspects of our existence and all aspects of our universe if we let all our energy to circulate freely then we have enough resources to be creative and to have a creative outlook on the world such an outlook helps us contribute to the evolution this is why transversional therapy can contribute to the evolution of the world of the society in general helps modify individual personal behavior and helps interact the fields of experience and entire systems this is why psychotherapy can be a crucial instrument for self-transcendence and for removing one's limitations which is our common goal which is our common goal it is like this river of doubt that permeates everything and if we combine our personal experiences we can come up with common tools that we can use forever thank you good afternoon dear colleagues I'm really delighted to be here at this conference I represent the small delegation from Kazan I'd love to continue the topic of developing of development I am a head professor of psychology in the medical academy and we have a certain course in psychotherapy and Melodio and Eugene they were talking about the development issues and I would like to point out the professionalism of those people who teach psychotherapy these are really very important specialties and such people they have to be very attentive and treat attentively their soul their body and their expressions that is why the personality of a psychotherapist is of crucial importance and in every school it is essential to pay certain attention to the personality of a professional himself well tomorrow when one professor from our school will also give a workshop and I strongly recommend you to visit her workshop and I would like to outline that in our medical academy we pay a lot of attention to all professionals to psychotherapists to psychiatrists when they come to your school it turns out to be a very interesting thing how they emerge how they evolve when we are working together in every course in every cycle of every course we make it an obligatory thing to attend courses in transpersonal psychology for those professionals who come to us and that's astonishing how people who are rejecting transpersonal and transpersonal psychotherapy are being transformed how their viewpoint change because people who were rejecting this dimension after having some holotropic sessions they say oh god it's not just making it easier to work but it seems that life became easier what a wonderful work you've done and that's astonishing because we hear this even from the professional people who are in the profession for many years why do I want to outline this that's just because our profession our our labor is to be helping and assisting and very often we forget where is this crucial borderline of not stepping into being just a savior and forgetting about ourselves and I believe that it's very important not to forget about ourselves I call it a mindful selfishness how should we take care about ourselves well we have different mirrors to reflect our current state this could be our friends this could be the supervisors this could be some schools and series approaches it's not about just attending some small workshops and starting your work because it's not it's not meant to be this way if we talk about psychotherapeutic work this means this is meant to be like certified programs a whole community to support a professional and I here present Kazan and in our well in our area we try to develop sustainable schools with lots of possibilities for support to the professionals and I'm sure that there is this supra personal transpersonal level and inside of every thing that we can see and find in life there is love and that is the only way that I could heal with love thank you I think Alexander can open the discussion we see you and he will represent also some point of you yeah good afternoon thank you for thank you for welcoming us here thank you for listening to us my name is Shvakin Alexander I'm a psychotherapist doctor a psych transpersonal psychologist specializing in choletropic breathing more than 20 years I've been practicing psychotherapy you know we'd like to thank Marina and everyone who's present here and continue the topic she started about love because I'm sure there could be no psychotherapy without love you cannot be psychotherapist without love to yourself to your clients to the work you do without love to the life as it is when I was offered to take part in this roundtable I just thought what is the link between psychotherapy and evolution the first thing that came up to my mind was the concept of individuation the Jung psychology so just the search for your own way of course you can be persistent you can be not persistent but it's crucial to find your own way and I believe that individuation is this very core thing that underlies in the evolution of each individual human being and this kind of this way is such and individuation exists due to natural reasons as my supervisor my shamanic supervisor Mr. Abdul Tuva Shaman was telling me if you decided to come somewhere don't think that it's just only your desire that's your way and there were the spirits that invited you somewhere and that's also could be said about individuation individuation invites you to take your own place to take your own way and of course in this aspect in this domain the importance of psychotherapy is crucial we can continue here the Jung analysis a Jung psychotherapy and a cause transpersonal psychotherapy inherits this important ideas that Jung started when I used to have a course in transpersonal psychotherapy by Kroff and I'm very grateful to Mr. Michael because it made such an enormous contribution this course in psychotherapy made such enormous contribution to my life and when I was doing this course once I asked Valazia when we are doing this choletropic practice we are not pointing out psychotherapy but it happens and Valazia answered me not just only psychotherapy psychodynamics happens here lots of dynamics are present here prenatal psychodynamics collective dynamics the dynamics that happens on the transpersonal level is here so different levels different forces all these dynamics are present in our everyday life many people neglect them some people just tell they don't notice them others reject them but all these forces mentioned above they all move our spirits and move us but of course we do not always understand we do not always perceive the vectors of these powers we often think that this is all about suffering but when we manage to go beyond the suffering to go further we see that there is something more when we understand that the suffering is not just our inherent trait but it's something that is characteristic for the whole world that it's not only our personal joy but that's the way we are connected with the whole world joy with the joy of the whole world thanks to the development of transpersonal psychotherapy we become more wholesome more integrated and that is why we speak about the notion of healing in Russian language these two words healing and wholesome they have the same roots and that's why we can make a parallel metaphorical parallel with shenanigans practices where people speak about the bringing back of different parts of the souls that have been once lost so when we do psychotherapy we heal and help to integrate and when we do psychotherapy it reflects the whole integrity of the world in only such way gives us the opportunity to take our own place in this world to find our own way our own path and to experience this unspeakable and unbelievable strive for individuation which moves us all which helps us to overcome both joy and suffering and this is the life itself you cannot speak about it you cannot describe it just leave it you can experience it that's it and when we do psychotherapy we happen to see that beyond grief beyond illoyalty and treachery beyond betrayal beyond bereavement and losses beyond losing yourself there is the great mystery of life when we we are again and again we find ourselves we come back to ourselves and in this aspect I'm sure that transpersonal psychotherapy helps us to embrace different notes of this amazing symphony that is called our life thank you so much for your attention okay so does anyone of you want to add something to this previous presentation I just wanted to give one brief example of how psychotherapy is connected to development in literature we refer to it as heroism and a heroic journey for instance there was Otto Rahn who wrote the myth of birth Karl Gustav Jung who described similar ideas even earlier there was Vladimir Propp a Saint Petersburg researcher who studied the structure of fairy tales in the 19th century however these ideas were finalized in the works by Joseph Temple Hero with a Thousand Faces that was released in 1949 George Lucas was charmed by these ideas and he used Campbell's recipe to write the script of Star Wars the two films the two first parts of Star Wars that became the first blockbusters and further the Hollywood used Campbell's recipe again to shoot every successful film they used Campbell's model for scripts, novels, the entire mass culture, TV shows everyone started looking for a hero and those who detract the hero on their journey essentially it became a standard this model was taught to businessmen, psychologists, psychotherapists a major part of mass culture in other words researching the roots of psychotherapy what I called ancient practices of taking care of the soul taking care of the soul thank you and I found out the following heroism is essentially psychotherapy following the journey is a very important psychotherapeutical journey for each of us and it is connected to our personal circumstances to our personal situations each of us decides how to solve their problems how to heal themselves each of us takes their own responsibility and each of us is an expert on their lives this is why this dimension of our life is always present as Buddha told his pupils I can show you the path path toward enlightenment however it is up to you whether you take it and whether you follow it even Buddha couldn't help his pupils to achieve enlightenment he could show them the path he could offer them support but he could not follow this path instead of them just like nobody no psychotherapist can go all the way toward healing instead of their patients this is why this journey is very important and heroism as an evolutionary track of each of us of our primary life's root is inseparable from psychotherapy another example has been researched by Stanislav Grof in his holotropic paradigm he combines all of his ideas in what he calls this paradigm in his study of holotropic breathing he says that a journey towards being whole is inseparable from psychotherapy and self-cognition these are equally important aspects of the same process it is impossible to say what is primary and what is secondary this is a single deep process thank you I think I think the main journey we all have been on is our life our life journey we all were born we all were born we all were done we all were born we all were born we all were born and in between it is up to us to decide what kind of journey we all want to live of course there are many circumstances we don't choose but whatever these circumstances are our responsibility our choice is how we are going to to go through what kind of things are we are going to be to go through whatever they are can be challenges can be challenges can be a very hard story whatever whatever трудности какие-то жизненные или наоборот благоприятные обстоятельства разумеется в данный момент многие люди проходят это путешествие не осознавая не включая эту реализацию того где они как они могут повлиять на свою жизнь или на жизни людей вокруг них большинство жителей нашей своей планеты думаю в каком-то роде становятся жертвами обстоятельств в которых они находятся им не удается достичь в своей жизни процветания и основной выбор который мы можем сделать это включить осознанность я думаю что психотерапия это пожалуй лучший выбор лучший способ открыть нашу душу наше сознание наше сердце в зависимости от вида психотерапии мы можем так же модерировать свою жизнь изменять ее если я рассматриваю психотерапию как целительную практику то я найду исцеление если рассматривать психотерапию как возможность духовно расти эволюционировать тогда именно этого результата я и достигнула мне очень нравится метафора героического пути потому что для нас серьезный вызов дойти до конца этого пути и как трансперсональный психотерапевт я думаю что каждому из нас стоит осознавать это у меня на родине во Франции а также в международных трансперсональных организациях всегда идет такая определенная борьба между тем что считать психотерапией а что считать личностным ростом и ни в коем случае нельзя смешивать эти понятия если вы занимаетесь психотерапией вы не занимаетесь личностным ростом также то же самое касается образования если вы психотерапевт вы не преподаете когда я была молодой я не понимала почему так но со временем я начала понимать насколько необоснованно такое жесткое разделение главное в психотерапии это отношения между людьми мы вступаем в определенные отношения с другими людьми мы прорабатываем мы осознанно вступаем в эти отношения и мы исследуем все аспекты межличностных отношений я думаю что в психотерапии заложены все возможности для образования и эволюции и духовного роста спасибо думаю будет здорово если вы сможете также принять участие в нашей беседе микрофоны есть пожалуйста говорите микрофон потому что безусловно вы можете внести свой вклад в нашу дискуссию это очень важная тема и трансперсональная психотерапия и психотерапия в целом главное это повышение это повышение осознанности без осознанности психотерапия не будет успешной без осознанности мы чувствуем себя потерянными так как же достичь этой осознанности необходимо приложить усилия к осознанной жизни необходимо необходимо искать то что приносит вам удовольствие необходимо я расскажу вам сейчас обе индейца издали из амазонских джунглей какую же роль играет в психотерапии удовольствие возможно ли исцелить быть ее не исцеляя чувственную сферу сексуальность это одна из самых заброшенных изолированных аспектов человеческого бытия но как же нам исцелить проблемы в сфере сексуальности если мы не всегда касаемся этого своей терапии как подойти к этой проблеме с духовной стороны сексуальность это лишь одна из возможностей выражения нашей внутренней вселенной в капиталистическом обществе мы сталкиваемся с этим аспектом повсеместно однако эта тема достаточно жестко табуирована если вы не представляете свое тело как сексуальный объект если вы живете свою жизнь отрицая эротическую сферу то вы задвигаете эту сферу в неосознанную вы подавляете ее таким образом невозможно достичь целостности невозможно достичь гармонии я вижу что вы упоминали ряд немецких исследователей а также исследователи мусульман и они в своих работах задают множество важных вопросов мы испытываем неудовлетворенность потому что наши взаимоотношения со сферой страсти не отрегулированы мы переживаем это как нечто что нам не принадлежит так вот как же подходит к проблеме сексуальности трансперсональная психотерапия как вы достигаете целостности тела и существования спасибо большое спасибо 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 Продолжение следует... 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 which helps me understand myself, which helps them better understand their sexuality. It also helps them understand themselves and their partners, not only as a sexual object, but on a much deeper level, in a much broader sense, outside the sphere of sexuality, a certain cosmic understanding, what people call an in-depth understanding of their sexual emotions and experiences, which is later revealed and affects their lives, their relationships, their families, and people in general. Thank you so much. I also would like to say a few words about this question. The last workshop that we had in process work, therapy, when we touch upon the topic of sexuality and intimacy, very often we find something tender and moving in it. And, of course, we become very emotional. And there are very many ancient cultural practices and rituals. This issue now is also being discussed in a softer, in a more gentle way, when even we speak about the touch, about touching a woman. For example, when we work with Muslims, Muslim women do not allow us to touch them. And transpersonal work, process work enables us to touch upon this topic in a very delicate, in a very gentle way, without falling into some global issues or breaching some borderlines. And there is so much sexuality and so much life in this aspect of touch. And we can talk about this topic in the context of the touch itself, being in contact. Thank you. More sharing or questions from the audience? Thank you. Thank you. I would like to watch… Wait a minute. There is a microphone. Wait a minute. There is a microphone. There is a microphone. There is a microphone. There is a question. Where did you see one speaker. And a question? What have you thought about the psychological training, awareness and other many of you? What do you think about the psychological training and psychotherapy concept? Theayan language was the case. I would like to talk a little bit about the psychological training training. How can I address them? It is a working with the subjects of the opportunities of a psychotherapy and training training. Я думаю, что сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы объяснять, но, может быть, мы можем просто упомянуть этот тренинг для трансперсональных психотерапевтов. Это тренинг, который собирает 12 разных преподавателей из разных стран, также из Соединенных Штатов. Это международный интернациональный тренинг, который путешествует по разным странам Европы. Он происходит в разных странах Европы. Сегодня днем в 3 часа в этом зале, если вы хотите услышать больше об этом тренинге, то мы будем рады вам об этом здесь рассказать. Кто-то еще хотел? Кто-то еще хотел высказаться? Я хотела просто сказать, что когда мы говорим о сексуальности, это всего лишь одно измерение того, кто мы есть. Слышать ли вы меня? Итак, сексуальность – это лишь одно измерение нашего существа. Оргазм – это действительно измененное состояние сознания, так же, как и другие измененные состояния сознания, которые могут привести нас в состояние самотрансценденции. Спасибо. Итак, я хотела бы просто добавить… Я также хотела бы расширить некоторое понимание гендера. И вот мы говорим о сексуальности, о транссексуальности – это еще одно измерение нашей сексуальности и нашего понимания эроса и сакральных сил жизни, которые присутствуют. Спасибо. Пожалуйста, говорите громче, мы вас не слышим. Sexuality is one of the dimensions of the expression of love. äsernen. Иракон – спасибо. Круто, с ней все временно нат返али жизнь. Подписывайтесь на наш постоянный вид. И обловерись на ваш проекте проекте, с fractions誰 PCR. Круто, я помню себе. Давай выберись на меня, как. Что у нас называется алл Canvas прямо afraid. Я думаю, что, когда он был accused of being a homosexual, он спросил, почему не вы marry? И он сказал, что вы знаете, что, первое, я думаю, что, первое, вы должны выразить себя. В то время я был очень молодой. Я был очень surprised от такой ответ. Но теперь, как я становлюсь older и более мастер, я думаю, что, первое, я думаю, что, серьезно, ты должен быть верным и верным. Потому что когда мы подходим к нам, когда мы становимся близким к нам, это очень серьезный journey, очень большой, очень большой. И я всегда пытаюсь сделать мои клиенты, быть готовы, быть готовы, это мастер, лишь местем, это не просто эмоция. Это не просто эмоции, это не просто поможет быть здоровым. Я думаю, что это не просто эмоция, это не просто эмоция, той же выживание, На стоимости мы не знаем обesz arose, с большинства и впечатля�. С parceками мы не понимаем, что мы не знаем, и не понимаем, но не понимаем, We need to be decisive, we need to be courageous to, well, start this way. But on the other hand, when we try to approach ourselves, we pay attention to ourselves, only then we are able to learn what love really is. And this love exists in these expressions. We can learn something, we can notice something. When there are some expressions, only with expressions we can tell that this is love. We can speak about the attention, we can speak about the interest, we can speak about the care we could see and we could find. Well, and all these expressions help us to understand what is this, how are they constructed. Even when we see a child playing with a toy, a child wants to dismantle the toy to see how it has been built. And the same is about ourselves. The more we experience love, tenderness, interest, attention to ourselves, the desire to understand ourselves, to understand the underlying reasons, our motives, our drives. The ancient people used to say that all we have from the outside we have inside of ourselves and the outer world is just the reflection of ourselves. There is also one more saying that the way we treat ourselves is also the way we treat others. And there is the saying, love yourself first and then love your neighbor. So love yourself first and we should take this as it is and we should understand that really we need to love ourselves. I am trying to make sense of putting things together with each other and being old, all the ways I feel Shi-you're at life. Oh really? I don't know, don't we. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...